Сегодня мы с вами поговорим немножко про седьмую страницу Траката Псахим. И тема, которую я хотел обсудить, это почему некоторые благословения мы говорим Аль, а некоторые Ле. Некоторые Брохи мы говорим что-то делать, Ла Асот, а некоторые Аль, как бы в более средней форме, если можно так выразиться. То есть как будто Брохи не говорит, что мы обязаны именно это сделать, а просто делание этого, насчет делания этого. Так вот здесь вообще гемора очень непростая, есть разные интерпретации, но я попробую суммировать один из подходов. Что есть благословения, которые человек обязан, на митвы, которые человек обязан сделать сам. И тогда идеальный носок такой Брохи это Ле, что указывает, что именно человек должен это делать. Другое дело, те митвы, которые можно сделать через шлеха, через посланника. Вот в этих митвах, как правило, более подходит нусах Аль. Если можно это самому не делать, получается, что как бы Ле указывал бы, что ты именно должен сделать эту митву, а на самом деле ты же не обязан. Может другой за тебя это сделать. И есть еще некоторые исключения, которые связаны с митвами, которые обычно делаются до Брохи. То есть обычно митвы делаются после Брохи. Как здесь тоже Талмуд обсуждает. Оверлия сиатан должна быть. Броха как бы должна перескакивать перед митвой. Можно так это перевести. Овер, да? Можно сказать, проскочит Броха и сразу же за ней идет митва. Они это сравнивают с человеком, который нагоняет другого. Я когда-то уже обсуждал эту тему. То есть идея, что в идеале митва и Броха идут почти что вместе. Но вот Броха немножко раньше митвы, она ее перегоняет как бы. И сразу же после Брохи идет митва. Нельзя прерываться. Мы знаем, что общий принцип. Если человек прервался после Брохи, то обычно его Броха будет тогда впустую. И нужно заново делать благословение. Допустим, человек, скажем, если Броха на еду, например, он сделал Броха, а потом стал разговаривать на посторонние темы. Ему нужно заново теперь Броху делать. Он говорит, барук шамкод муху толи ламваэт. Это делают. Всегда, когда сказал Броха леватала, пустое благословение, благословение в суе, то нужно сначала сказать, чуть-чуть компенсировать. Это не полностью, конечно, компенсирует, но хоть как-то компенсирует тем, что скажешь благословение имя, великое имя царства во веки веков. Барук шамкод муху толи ламваэт. То же, что мы говорим после шма. Вот эта фраза установили мудрецы, говорите, сказал случайно Броху леватала. Или вывели лишнее благословение. Броха шины цриха. Так вот, говорят, если прервались между Брохой и акцией, то нужно обычно сказать барук шамкод, а потом, соответственно, снова сделать Броху. И уже не прерываться. Это относится и к Брохам на акции типа еды, например, удовольствий каких-то, и Брохи, которые перед какой-то митсвой. Но есть, правда, исключения. Бывает, что человек разговаривал не на посторонние темы, а тема, которая связана была с едой. Это все мы уже немножко обсуждали в трактате Брохот. Я сейчас повторяться не буду. Во всяком случае, Броха должна быть близко к митсве, но перед митсвой. А если человек решил сделать Броху уже после того, как митсву выполнил, то это будет тоже Броха леватала. Потому что митсва-то уже выполнена, митсву уже человек выполняет и без Брохи. Если, скажем, нужно какую-то митсву сделать, предположим, после того, как уже исполнили митсву, которую делают просто один раз, после того, как ее уже сделали, то невозможно теперь Броху сделать. Например, если резали животное, и Броху решили сделать после того, как уже его зарезали. И то же самое, подобное обсуждается насчет еды, что Аллаха следует мнением, что невозможно, если человек забыл сказать Броху до еды, то он не может теперь ее сделать, когда уже съел, если только не собирается еще есть. Другое дело, что многие митсвы, они митсвы продолжительные, они не как, например, подобные, скажем, шхита, да, митсва зарезает животное, или, допустим, митсва зажигания, скажем, ханукальных свечей. Эти митсвы нужно один раз сделать, и все. А есть митсвы, которые продолжаются, например, чтобы у человека был тфилин, цицит, в некоторых случаях какие-то митсвы хотя бы сколько-то времени продолжаются. Например, лулов, да, четыре растения в сухот нужно поднять, но потом еще нужно их держать какое-то время и трясти их во время халала, это продолжение митсвы. Так вот, в таких случаях обычно после факта, если не сделаем броху сразу, то можно еще сделать броху и после митсвы. Так вот, заметьте интересную вещь насчет зажигания субботних свечей, а обычаи ашкенадских женщин, что они сначала зажигают, а потом сразу же делают броху. И причина состоит в том, что считается, что когда они сказали броху, они уже приняли на себя шаббат и не могут после этого делать никакой работы. А посему, соответственно, не могут и зажигать свечи. Многие сифарские женщины не следуют этому обычаю и так Раввадий Иосиф познает, что сифарские женщины не имеют права делать броху после зажигания, должны делать броху до зажигания. И что это не исключение. А вот насчет мытья рук и сифардим, и ашкенадим сначала моют руки, я имею в виду омовение рук, скажем, перед хлебом, моют руки, потом делают броху, а потом вытирают. Считается, что это все еще часть митсвы, пока не вытрешь. Так вот, возвращаясь назад, насчет благословений, которые на некоторые митсвы в каких-то ситуациях делается броха-аль, потому что эта митсва в каком-то смысле делается не после брохи. Вот пример в нашей суке, в Талмуде, что после того, как уже человек поднял четыре растения, он все еще делает броху. То есть, похоже, простой смысл нашей суки, что делается броха, даже когда уже он поднял эти четыре растения. И поэтому делается броха-аль-нетилат-улав, а не литоль-лулав. Так что ле звучит, как будто ты что-то должен еще сделать, а аль – это как бы просто деланье, продолжительная форма. Аль-нетилат-улав. На самом деле, у нас сегодня поднимают так, чтобы не выполнить заповедь, пока не сделаешь броху. Большинство людей переворачивают этот рог, как вы знаете. Специально переворачивают этот рог вниз головой, так, чтобы не выполнить заповедь, пока не сделаешь броху, а потом после брохи уже переворачивают этот рог правильно. Есть другой подход. Взять три из четырех растений, а четвертый приют рог оставить пока на столе, сказать броху, и потом только взять этот рог. Еще есть вариант такой. Вильнюсский гаун предпочитал этот вариант, что взять-таки все четыре растения обычным образом, но иметь в виду, пока я не сделаю броху, не хочу выполнить заповедь. И, может быть, это и имеет в виду здесь, в нашей суде, в Талмуде. Во всяком случае, броха аль не тело злу, а нам понятно, почему именно аль. Хотя митцва каждому поднимать, мы не можем кого-то другого просить за нас поднять. Каждый должен поднять сам. И, тем не менее, броха аль, потому что митцва как бы делается вместе с брохой, а не после брохи. А вот с аля хил от маца и аля хил от марор это действительно непонятно, почему мы делаем броху аля хил от маца. Так вот, есть решение, которое даже вычислили отсюда, что таки, согласно заключению Талмуда, нужно делать броху ле холь маца. Ведь у мацы есть все те условия, которые требуют брохи ле, а не аль. А именно, во-первых, маца, конечно же, мы едим после того, как уже сделали броху. Правильно? Если человек уже съел мацу и потом сделать броху, это будет броха леватала. Во-вторых, мацу невозможно, конечно, сделать через шлейх. Опять же, я должен есть свою мацу, вы должны есть свою мацу. Никто не может за вас есть мацу. Значит, казалось бы, броха должна быть ле холь маца. Так есть решение, которые говорят, что правильный нуссах таки этой брохи ле холь маца. Но у нас почему-то говорят аля хил от маца, и так напечатано в наших седурах и агадах такое у нас в нуссах сохранилось. Видимо, какие-то есть исключения по тем или иным причинам. Напоследок, приведу еще один интересный диспут, связанный с подобным вопросом. Рамбам считает, что когда отец обрезает ребенка, он не говорит броху аль хамила, а говорит броху ле лемоль, то есть тоже ле. Это же митва на отце именно, главная митва на отце. А у нас, в Ашкиназиме, обычно, что мы всегда говорим аль хамила, неважно, сам отец обрезает ребенка или моел, посланник отца. И, если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры сделал DimaTorzok